Здравствуйте, меня зовут Астраханцев Дмитрий, я студент МГУ имени Ломоносова, и сегодня я расскажу про работу, которой мы занимались в последнее время с Георгием Владимировичем Курячем. Я буду рассказывать про частичные рекурсивные функции, их роль в образовании и про программное обеспечение, которое мы сделали для преподавания данных функций. Напомню, что классом частичные рекурсивные функции называется класс функций, которые могут быть получены путем применения трех особых операций. Это суперпозиция, примитивная рекурсия и минимизация, к трем базовым функциям. Функции тождественного нуля, следования и выбора. В чем же заключается основное достоинство, основное преимущество для нас частичной рекурсивной функции? Оно было сформулировано Аланом Тьюрингом и Алонзо Чорчем в их знаменитом тезисе, который говорит, что частичные рекурсивные функции полностью совпадают с классом вычислимых по Тьюрингу функций, где под вычислимыми по Тьюрингу поднимаются такие функции, для которых существует машина Тьюринга, которая их реализует. В чем же вообще практическая ценность любого Тьюринг-полного исполнителя для преподавания? Я хотел бы показать этот слайд и заметить, что на факультете учредительной математики и кибернетики Московского государственного университета, в котором я на данный момент прохожу обучение, первый месяц изучается не какой-либо язык, а именно Тьюринг-полные исполнители. Для чего это сделано? Как правило, когда школьники 11 класс сдают ЕГЭ и приходят в высшее учебное заведение, как правило уровень владения каким-либо языком программирования, он либо достаточно низок, либо даже возможно будет хорош, но тем не менее какой-то глубины понимания, что такое алгоритм и вообще самой широты восприятия того, насколько является большим понятие Тьюринг-полноты у них не будет. Поэтому очень полезно изучать машины Тьюринга или нормальный алгоритм Маркова. Это способствует расширению кругозора и помогает осознать, что даже, например, машина Тьюринга, которая является достаточно простым устройством, как будто бы это всего лишь каретка, которая меняет какие-то свои положения при чтении символов, даже на ней успешно можно реализовать любой алгоритм. Что уж говорить о нормальном алгоритме Маркова, который, по сути, состоит из всего лишь одной операции. Это операция с обставлением шаблону. Когда студенты приходят и понимают, что даже на настолько простой, казалось бы, операции, как найти подстроку и заменить ее на другую подстроку, можно реализовать совершенно любую программу, это достаточно сильно расширяет какие-то границы сознания и понимания, что все не так просто в этом мире. В чем же является плюс изучения наравне с МТ и нам еще и частично рекурсивных функций? Во-первых, это, естественно, уникальные приемы, которые свойственны конкретно частично рекурсивным функциям и которые достаточно сильно развивают мозг, когда нужно реализовать какую-то достаточно простую операцию, например, вот ту же операцию суммы, но именно в контексте частично рекурсивных функций и именно того инструментария, который они предоставляют. Во-вторых, вторым несомненным плюсом является возможность демонстрации основ функционального подхода к программированию. При этом частичные рекурсивные функции — это достаточно простой формализм, на объяснение которого нужно буквально несколько лекций или несколько семинаров. Можно не вдаваться в изучение какого-то серьезного функционального языка, на который нужно отвратить целый курс, а показать некие функциональные аспекты в крайне какие-то сжатые промежутки, просто чтобы у студента возникло понимание, что это и как с этим работать. Соответственно, а простоте относительно полноценного изучения функционального языка программирования было уже только что сказано. Однако, когда данная задача возникла, появился единственный вопрос, собственно. А как доносить до студентов вообще информацию и как доносить непосредственно, что же такое частичные рекурсивные функции? Потому что выяснилось, что нет ни одного инструмента, который бы позволил студенту непосредственно как-то прикоснуться и пощупать, что же это такое и как на этом программировать. А для преподавателя, соответственно, не на чем показать это. Поэтому было решено разработать собственное приложение, в котором было бы следующее. Во-первых, реализовать язык, который был бы основан только на частичных рекурсивных функциях и тех трех операциях и трех функциях, которые были показаны в начале. Интерпретатор данного языка для запуска кода, который напишет студент. И простенький графический интерфейс для удобного взаимодействия. Данный продукт был реализован, исходный код доступен по ссылке на гитхаб. Вот, собственно, ссылка. Что ж, перейдем к тому, что в итоге получилось. Как вы видите, здесь представлен разработанный графический интерфейс, и он состоит из трех областей. Слева вы можете видеть основную область непосредственно с кодом. Студент записывает какие-то свои функции и определяет их в этой области, на языке, который был описан. Весь язык я не вижу смысла здесь приводить. На гитхабе есть readme. Там можно посмотреть, из каких функций и каких операций он состоит, и все это можно свободно там прочитать. Вернемся к интерфейсу. Заметим, что он состоит из трех окон. Самое основное окно я описал. И также присутствуют два окна справа. В верхнем окне студент может вызвать функции с какими-то заданными параметрами, а в нижнем он получает результат их запуска. Стоит заметить, что в процессе того, как данный язык разрабатывался, мы поняли следующее, что он носит чисто декларативный характер, и определение функций никак непосредственно не связано с их вызовом. Поэтому было решено подчеркнуть данную особенность частично рекурсивных функций, для того, чтобы студент понимал, что вызов и определение функций в данном контексте — это совершенно разные вещи. Поэтому оно было специально разнесено вот так вот на два разных окна. Также для того, чтобы у студента была какая-то возможность отлаживать свои программы, был реализован небольшой дебаггер, который работает следующим образом. У студента есть возможность вызвать диалоговое окно, в котором он может пометить функции, для которых он хочет получать отладочную информацию. После этого в запуске в режиме дебага он получит следующую выдачу. Он получает не только результаты данных функций, но еще и непосредственно информацию о всех вызовах данной функции и с какими аргументами она была вызвана, что, соответственно, помогает студенту отлаживать программу и смотреть все вот эти рекурсивные вызовы, которые были применены. Что ж, на этом у меня все. Прошу задавать вопросы. Спасибо за доклад. У меня на самом деле очень много вопросов возникло. В основном касающиеся перспектив развития. Что вы хотите делать в дальнейшем? Какие ваши планы? Планы примерно следующие. Во-первых, хочется улучшить данный интерфейс. Например, сделать более сложный отладчик, какие-то возможности в него ставить. Неплохо сделать подсветку синтексиса и так далее. Это один путь улучшения. Второй путь улучшения. Можно для улучшения быстродействия написать компилятор данного языка. Но в целом это не столь обязательно, потому что пока это планируется именно использовать чисто в учебном курсе для учебных целей. Поэтому какое-то особое быстродействие здесь не нужно. А консольный интерпретатор планируется для этой штуки? Или он есть? Можно просто из консоли запустить и вполне себе работает. Ну, именно запустить в консоли, скормить файлик, и интерпретатор такой уже есть. И еще последний тоже. Идея, мне кажется, довольно интересная, что сделать какой-то некий, допустим, конвертер, который преобразует программу на рекурсивных функциях, допустим, в программу для машин Тюринга или для регистровой машины, или для алгоритмов Маркова, чтобы мы могли посмотреть не только, что вот такая вещь, как рекурсивные функции есть, и они примерно подойдут одно и то же, а посмотреть как одну и ту же программу, одну и ту же функцию, по сути, реализовать и на машине Маркова, о, и на машине Тюринга, и на, допустим, рекурсивных функциях. Это очень интересно. Я как-то вот об этом не думал. Спасибо большое. Я задумаюсь об этом. У меня несколько субъективный вопрос, но, по крайней мере, я так воспринял доклад, схему друг за другом. Сначала вы начали описывать теоретически выкладки, что именно вы хотите сделать. Собственно, вы все описали, что делает язык пролог. После этого вы сказали, что такого инструмента не существует, то есть, по сути, языка пролог не существует. После этого сказали, что надо делать новый интерпретатор, но не для языка пролог, а вот для языка, который вы сейчас придумали. Вы можете сказать, вы точно исследовали все, что есть на самом деле и знаете, что такое пролог? К сожалению, я… Вы пролог знаете вообще? Это вот прямо описание того, что и требовалось. А пролог что делает? Он именно это и делает все. Буквально он, кстати, почти так же и выглядит, со стрелочками и все остальное. Программа почти вот такая, она и будет работать на прологе. Это просто пролог. Вы попробуйте, кстати, в репозитории alt-пролог есть, установите, попробуйте, такую подобную функцию введите. Все это работать будет. Разрешите, да? А на чем написано? Тут скорее не пролог, тут хаскель-идрис, конечно же. Написано все это на Python 3, используется для распознавания грамматики LARC, графический интерфейс на PyQT. Разработано было на Python. Я понимаю, что это не лучший вариант для того, чтобы писать какой-то интерпретатор языка, однако поскольку это задумывается именно как какой-то учебный проект и он не будет использоваться для действительно какого-то серьезных каких-то вычислений, то достаточно использовать. Но есть там Haskell, там лямбда-исчисления, числа. Почему не использовать Haskell? Ну да, почему не Haskell? Понимаете, основная проблема заключается в том, что было требование к тому, чтобы не рассказывать курс Haskell, который занимает целый семестр, а для того, чтобы студент пришел на первый курс и можно ему за один семинар рассказать буквально три функции, три операции над ними, дать какое-то задание и вот он сидит дома и как-то оценивает функциональные функции. Но то, что вы написали, очень похоже на Haskell. Ну просто Haskell существенно сложнее. Понятно, что это функциональный язык некий, что он похож будет в любом случае, но… Есть и простые конструкции. Ну, спасибо, вы ответили. Хорошо, но у меня… Меня слышно, да? Будет небольшое такое сейчас, наверное, даже дополнение. Вы сказали, что не нужно рассказывать про Haskell и целый курс, но вы придумали свой язык, про который все равно придется рассказать. Это первое дополнение. Второе дополнение. Вы написали функциональный язык программирования, который функциональную парадигму поддерживает, на языке, который… Ее поддерживает, но не совсем такой. Как-то немного нелогично выглядит. Это первый момент. Второй момент. Все-таки, если вы хотите рассказывать про функциональщину, лучше ее рассказывать на реально существующем функциональном языке. Потому что иначе я изучу еще один язык. Это как? Есть 14 стандартов, они мне все не подходят. Давайте придумаем еще один, который все эти стандарты объединит. Получается, теперь у нас есть 15 стандартов. Честно. И язык, можно было даже лист использовать. Хоть те же скобочки все было бы. Я еще раз повторюсь. Я, возможно, еще раз повторюсь. Основная задача была в следующем. Нужно не рассказать о функциональном подходе, а студент приходит на непосредственно первый курс, ему не нужно рассказывать о функциональном подходе, ему нужно показать, что вот что-то такое существует. Потратить буквально… Вы рассказываете про частично-рекурсивные функции, а частично-рекурсивные функции в какой парадигме программирования используются? Ну, какой они раньше появились. Хорошо. Они появились раньше. Сейчас в какой? Это буквально теоретическая конструкция из трех операций. Практическое применение этих знаний в какой парадигме программирования использовать? Смотрите, это сугубо некая теоретика, которая рассчитана для… А практически эту теоретику я куда запихну? Я представитель практической разработки. Я пришел учиться в МГУ. Согласен. Мы уже заехали на время…